Мы решили сделать для канала GT Class целую серию фильмов, в которых мы расскажем, как люди узнали, что Земля – это шар, как они измерили диаметр этого шара, как нашли расстояние до Луны, а все это сделали еще древние греки больше 2000 лет назад, и как уже в новое время было измерено расстояние от Земли до Солнца, и найдены размеры Солнечной системы, и как обмеренная часть Вселенной все расширялось, и люди измерили расстояние до ближайших звезд, а потом размеры нашей галактики, и расстояние до других галактик. А начать этот рассказ, конечно, следует со знаменитого древнегреческого мудреца Фалеса Милецкого, которому приписывается изобретение геометрии, объяснение солнечных затмений, а еще предание рассказывает о том, как Фалес измерил высоту египетских пирамид и расстояние до корабля в открытом море. Милец, в котором жил Фалес, находится на берегу Малой Азии. Сейчас это Турция, а когда-то все малазийское побережье, заселенное греками, называлось Ионией. Во времена античности город стоял на берегу Ионического моря, а сейчас река Меандр замыла всю бухту плодородным илом, так что развалины города находятся в 8 километрах от моря. Несколько лет назад я побывал на этих развалинах, бродил по ним и представлял себе Фалеса, жившего здесь 2500 лет назад, совершавшего отсюда свои путешествия и размышлявшего о природе вещей. А теперь мы перейдем к измерению высоты пирамиды. И, конечно, самое удивительное в этой истории не в том, как Фалес измерил эту высоту, но в том, что он ее вообще стал измерять, без всякой практической цели, просто чтобы продемонстрировать силу человеческого ума. И, конечно, в этом отношении он был настоящим ученым. Итак, что же делает Фалес? Я заменю пирамиду обелиском, дальше будет понятно, зачем я это сделал. И пусть Фалес измеряет высоту обелиска. Он идет и смотрит, куда сейчас падает тень от обелиска. Находит ее конец и говорит, тень упала именно сюда, потому что идущий от солнца луч, тот, который прошел через верхушку обелиска, именно в этом месте достиг земли. И у нас получился вот такой прямоугольный треугольник, у которого мы обозначим длину тени через L большое, а высоту обелиска через H большое. Потом Фалес берет и втыкает в землю посох и говорит, когда посох отбрасывает тень, через его конец проходит еще один солнечный луч, параллельный первому лучу. И мы обозначим длину тени через L малое, а высоту посоха через H малое. И посмотрите, говорит Фалес, здесь на чертеже имеются два прямоугольных треугольника. Вот этот маленький и вот этот большой. И эти треугольники подобны. Они одинаковые по форме и различаются только размерами. А значит, как в малом треугольнике его высота относится к основанию, так и в большом треугольнике его высота относится к его основанию. Пусть высота посоха равна двум локтям. А тень от него равна трём локтям, в полтора раза больше. Значит, и в большом треугольнике тень составляет три вторых от высоты, а высота две трети от тени. И если оказалось, что тень равна 60 локтям, то высота обелиска будет равна 40 локтям. И задача решена. Ну а с пирамидой были бы, конечно, сложности. Потому что здесь была бы такая каменная толща, и часть тени находилась бы внутри пирамиды, и потребовались бы некоторые тонкости, которых мы с вами сейчас обсуждать не будем. Но вы сами можете до них додуматься. Что в этой истории представляется мне самым важным? Я думаю, здесь дело даже не в геометрии, не в подобии треугольников, но в том, что Фалес додумался до такого физического понятия, как луч света, и стал использовать его в своей науке. Это нам сейчас кажется, что все просто, а он был первооткрывателем. И когда он до этого понятия додумался, с его помощью он смог многое объяснить. Ведь сила научных понятий в том и состоит, что они применимы к самым разным ситуациям. Например, Фалес смог объяснить, как происходят солнечные затмения. Это объяснение все мы, конечно, знаем. Но не будет лишним повторить его еще раз. Пусть у нас будут Солнце, Земля и Луна. Все, конечно, сильно не в масштабе, но во всяком случае Луна самая маленькая, а Солнце самое большое. И как по Фалесу происходит лунное затмение? А происходит оно так, что за Луной остается область полной тени, куда не попадает ни один солнечный луч. И поскольку Луна и Солнце имеют на небе одинаковые угловые размеры, Фалес их даже померил. Этот угол равен половине градуса. Земля находится как раз вот здесь, на конце этой полной тени. Поэтому человек, который стоит на Земле вот в этом месте, будет наблюдать полное солнечное затмение. Правда, Фалес еще не знал, что Земля имеет форму шара. Предание говорит, что он считал ее плавающей на воде. Впрочем, это дело темное, а мы объясняем природу лунных затмений на этой же схеме, выстраивая теперь конус земной тени и помещая Луну внутрь этого конуса. А теперь давайте посмотрим, как Фалес мог измерять расстояние до корабля в открытом море. Прежде всего, на берегу выбираются две опорные точки и измеряется расстояние между ними. Затем изготавливается планшет, на который наносится отрезок, изображающий эту мерную базу. Этот планшет устанавливается в первую опорную точку, так, чтобы база на планшете смотрела вдоль базы на местности, после чего засекается направление на корабль. Теперь мы переносим планшет во вторую опорную точку и повторяем процедуру. Корабль на нашей карте находится там, где пересекаются обе засечки. Большой и маленький треугольник подобны и расстояние до корабля одинаково относится к длине базы и на карте, и на местности. Мы тоже повторили этот опыт, правда корабля у нас не было и нам пришлось измерять ширину разлившейся протоки. Повозившись по строениями, мы получили, что протока разлилась до 100 метров. Метод Фолеса работает. А теперь я хочу задать вам наш традиционный заключительный вопрос. Наверное, многие из вас видели вот такие вышки в лесу, как на этой фотографии. Можете ли вы внятно объяснить, для чего они предназначались? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok